здравствуйте мои дорогие сегодня этот осенний день я слушаю книгу автора стендаль захватывающую книгу таверна ну что ж приступим к прослушиванию этой книги и по пути будем немножко гарантировать в стиле чаплины недолг остался момент волос он возомнит что вы хотите денег и нахмурить брови дайте ему немного подумать а затем попросите у него приказа о пересмотре дело фабриция 12 наиболее уважаемыми судьями государства не теряя времени подайте ему приготовленную заранее бумагу он может потребовать чтобы фабриции вернулся в крепость которую он своим бегством опозорил вы должны указать на опасность которая ему угрожает там от его врага раси и предложить заключение в городской тюрьме которая всецело в моей власти вы должны конечно предварительно вызвать фабриция и с ним сговориться все надо предусмотреть я уже говорил фабрицию что нашел свидетелей определенно подтверждающих что джилетти хотел его убить я не говорил вам об этом желая сделать сюрприз к тому же мой проект потерпел неудачу принц отказался его подписать граф ушел от герцогини в 6 часов утра в 11 часов она поспешила к утреннему приему принца который без всяких возражений подписал приказ о пересмотре дело фабриция вернувшись домой герцогиня отослала приказ графу и легла в постель не трудно себе представить ярость раси когда граф заставил его в присутствии государя также расписаться на приказе но не будем на этом останавливаться и поспешим с дальнейшим повествованием граф оспаривал репутацию каждого из судей предлагал заменить их другими но читатель быть может уже утомлен всеми этими подробностями судебного процесса и дворцовых интриг из всего этого можно только сделать следующее заключение всякий приближенный ко двору может быть лишен во всякую минуту своего благополучия и будущее его зависит от интриг первой камеристки вечером встав с постели герцогиня была крайне встревожена ее курьеры нигде не нашли фабриция наконец около полуночи во время придворного спектакля она получила от него письмо вместо того чтобы отправиться как это было условлено в городскую тюрьму он занял свою прежнюю камеру в крепости обрадовавшись возможности поселиться в нескольких шагах от клейли этот поступок мог иметь самые серьезные последствия так как в крепости он более чем когда-либо рисковал быть отправленным этот безумный шаг поверг герцогиню отчаяния она примирилась с его любовью к клейли только потому что через несколько дней клейлия должна была выйти замуж за маркиза крешенцы страх за его жизнь снова воскресил в ее душе все чувства к фабрицию эта проклятая бумага подписанная сегодня по моей просьбе принесет ему смерть как люди глупы с их понятиями о чести как будто можно думать о чести в странах самодержавной власти где министрами юстиции бывают такие люди как раси проще было согласиться на помилование которое государь подписал бы так же легко как приказ о созыве чрезвычайного суда для человека такого происхождения как фабриций решительно все равно обвинят ли его или оправдают за убийство какого-то скомороха джилетти получив письмо от фабриции прочтя его герцогиня побежала к графу мозга он был так расстроен всем происшедшим что положительно не знал что посоветовать герцогиня нам право не везет с этим юношей ужаснее всего то что мы ничего не можем сказать государю о наших опасениях и что мы боимся отравы со стороны раси само подозрение покажется ему верхом безнравственности я могу конечно пойти во дворец но заранее уверен что это ни к чему не приведет у нас есть только одна возможность это избавиться от раси опасность которая угрожает фабрицию очень велика они долго обсуждали этот вопрос и герцогиня никак не соглашалась чтобы граф предпринял какие-нибудь жестокие меры против раси я не хочу сказала герцогиня графу чтобы вас тревожили угрозение совесть раси будет обязан своей жизнью тому что я люблю вас больше фабриция герцогиня поспешила в крепость генерал фабио конти был рад случаю отказать герцогиня в пропуске ссылаясь на предписание принца и общее постановление тюремных правил но маркиз крещенцы со своими музыкантами ведь бывает каждый день в крепости я получил на это разрешение государю герцогиня не знала всего ужаса положения фабио конти считал себя опозоренным бегством фабриция когда фабриции вернуться в крепость то генерал по смыслу законов не должен был его принимать без особого предписания но он подумал вот случай смыть себя пятно которое опорочило мою военную карьеру его без сомнения оправдают но у меня все же останется несколько дней чтобы отомстить за себя прибытие нашего героя в крепость повергло к лелию в полное отчаяние бедная девушка чувствовала что для нее не может быть счастье вдали от фабриция но в день несчастья с ее отцом она дала обет выйти замуж за графа крещенцы она поклялась больше не встречаться с фабрицием но тревожно мучилась тоской по нем и совесть ее было неспокойно как описать то смятение которое охватило ее когда выйдя к своим птицам она увидела в окне тюрьмы лицо фабриция у нее не хватило сил сделать ни одного жеста и она в бесчувствии опустилась на стул когда после нескольких минут она снова подняла глаза и увидела фабриция то заметила слезы на его глазах то были слезы счастья он уверовал что клелия его не забыла они долго смотрели друг на друга как очарованные наконец фабрицию удалось сказать ей я вернулся в тюрьму чтобы видеть вас меня будут судить клелия постаралась жестами выразить ему что она не должна и не может его больше видеть и с раздражением убежала несмотря на все данные обеты присутствие фабриции в крепости повергла клелию в тревожное раздумие она снова стала обходить крепость возобновила знакомство с некоторыми тюремными служащими и так далее одна старушка как-то сказала ей таинственно теперь мансиньор фабриции из тюрьмы не выйдет теперь уже его отсюда вынесут клелия побледнела возвращаясь к себе она встретила тюремного врача робкого честного человека который растерянно сказал ей что фабриции опасно захворал клелия бросилась искать своего дядю аббатадон ну что ж еще одна часть закончилась не знаю сколько я успею сегодня потому что уже скоро стемнеет но сколько успею столько успею прослушать до темноты счастья на даче любви успеха скоро волосы подрежу поэтому возможно последний раз я имя ганаруса хвастаюсь до скорых встреч